Так, ребятки, зритель схавает и так, потому что гонорары режиссеров маленькие, актеры могут плакать по щелчку, и Михалков это глэба, ну бляха это Голливуд, я кстати верю в инопланетян. Привет, на нашем канале не только интервью с предпринимателями, но и с другими интересными людьми, профессионалами своего дела. И сегодня у меня интервью с Денисом Тарасовым, известным украинским режиссером, который работал в телевизионном, в сериальном бизнесе, собственно поделится нюансами этой работы, сколько там все стоит, как формируется бюджет и посоветует вам парочку клевых сериалов на ближайший уикенд. Приятного просмотра. Режиссер, он теоретически может стать предпринимателем? Я имею ввиду хороший режиссер, стать хорошим предпринимателем, то есть когда он берет бизнес на себя, создает продакшн студию и так далее, то есть насколько это распространенная вообще история? Предпринимателем может стать человек, у которого есть мозги для того, чтобы стать предпринимателем. В большей степени режиссеры это творческие люди, которые думают немножко иначе, нежели предприниматели. Вот я, например, живу с предпринимателем, с женщиной. Да, ты уточнил, хорошо, что ты уточнил. Я уточнил, что она женщина. И судя по тому, как мы общаемся и ведем наш быт, и вообще мы живем, мы абсолютно разные люди с точки зрения предпринимательского понимания жизни. Например, как происходит на Западе? Да, на Западе режиссеры уровня Стивена Спилберга – это предприниматели, потому что они вкладывают свои деньги, либо там одалживают, либо берут в банки какие-то суды, либо вкладывают свои деньги в кино, и они точно понимают, что если я вкладываю там свое бабло в фильм, и я однозначно должен быть здесь немножечко бизнесменом, потому что я хочу вложить деньги в кино, я хочу его прокатать. Но я, по крайней мере, так бы хотел. Я вот хочу этому научиться, и вот Верка меня учит по чуть-чуть. В общем, хочется быть немножко продюсером и предпринимателем в этом плане. Потому что гонорары режиссеров маленькие. Прямо настолько, можешь скажешь, ну сколько? Самый маленький гонорар, за который ты работал в последнее время? Вот скажу, 7 тысяч гривен. Что это было за проект? Проект не скажу, но это был… Сколько времени ты ему уделил? Полгода я снимал этот проект. Там был гонорар у меня 7 тысяч гривен за одну серию. Бывает такое, что ты зарабатываешь иногда вот на таком уровне, а потом вынужден работать за 7 тысяч за серию. Ну потому что такая вот у нас ситуация в стране. Какая ситуация? Ты можешь ее как-то охарактеризовать? Что это за ситуация такая? Все говорят о каких-то ситуациях. Что за ситуация? Конкретики никто не говорит, не хочет говорить. Так, значит, есть разного уровня проекты. Есть проекты праймовые, есть проекты дорогие, есть проекты недорогие. Если проект там не очень дорогой, то, соответственно, и вся команда, которая там будет работать, она будет получать небольшие деньги. Потому что там продюсеры четко понимают, что это проект не праймовый, что это проект для какого-нибудь там дневного там слота, или они понимают, что он не должен быть дорогим, потому что зритель схавает и так. И это не значит, что он плохо сделан. Просто есть там профессионалы. Ну я, например, снимал разные проекты, и дорогие, и недорогие. И я всегда стараюсь максимально выкладываться, независимо от того, какой гонорар я буду получать. Потому что если я подписываюсь даже на маленький гонорар, это не значит, что я буду работать херово. И я буду там вам... Я вам, значит, наснимаю на 7 тысяч гривен. Нифига, я все равно ставлю подпись, потому что это мое имя, и я хочу сделать его максимально хорошо. Я буду там приезжать, биться головой об стенку, жаловаться на то, что бляха, не хватает того всего пятого-десятого. И актеры там непрофессиональные. И там что-то тут пык-пык-пык-пык. Но все равно в моих интересах сделать продукт качественно. Потому что это мое имя. И я уверен, что многие мои коллеги, снимая там подобные проекты, стараются максимально его сделать качественно. А этим пользуются большие компании, потому что люди же все равно сделают качественно. Максимально. То есть ты получил репутацию качественно хорошего режиссера, который готов сниматься за небольшие деньги, да? Не знаю. Можно твой телефон оставить внизу в описании. Да. Я качественный режиссер, который... За 7 тысяч в сутки. Или сколько серия снимается обычно? Ну, тот проект снимался три дня серия. Просто проект был по затратам и по тому, что происходит внутри, недорогой. И поэтому это нормально для такого продукта. Окей. А вот насчет качества. То есть насколько это режиссер равно все-таки зависит. И на примере. Да. Вот ты имел опыт актерства в команде юмористической, да? Да. Я даже в театре играл. В Лиге смеха. Вот. Ты даже еще и играл в театре. На Подоле. У Виталия Ефимовича Малахова. Чудесно. То есть ты немножко в этом разбираешься. С одной стороны в юморе, с другой стороны в актерском мастерстве. А когда ты видишь, что юмор, например, в сериале некачественный, что ты можешь сделать? Ну, что такое юмор? Юмор это такая штука еще субъективная. Потому что каждый человек будет смеяться над своим. И если у тебя совпадет мнение с большинством, то тогда юмор смешной. Ну, например, если взять того же Жванецкого, да? Это же гений. Это гениальнейший человек. Михаил Жванецкий. Там я с детства слушал. Но вот сейчас ставя Жванецкого кому-то, да? Из 100% он будет, его поймут там 30%. И говорить о том, что там он плохой юморист. Нет, он гениальный юморист. Он очень тонко. Для своего времени, для своей аудитории. Да. Возвращаясь к вопросу по поводу того, что я делаю, если мне кажется, что юмор не смешной. Мы это все обсуждаем на съемочной площадке. Либо со сценаристами. Потому что сейчас, слава богу, пришла та пора, когда мы, в принципе, стали работать как на Западе. Когда на площадке существует там либо редактор от продакшена, либо от канала, либо от сценарной группы, которая писала. И вместе с ним мы понимаем, что, допустим, ну не работает эта штука сейчас. Потому что одно дело написать шутку на бумаге, потом мы выходим на площадку, начинаем ее репетировать на ногах вместе с актерами. Но оно не идет. Поэтому просто берем там вместе с актерами, сообща, со сценаристом. Можем просто обсудить и говорить, а давайте переиграем, давайте вот так, давайте вот сюда. Поэтому, в принципе, творчество – это такая штука коллективная. Но вы все равно заинтересованные люди. А вот то, как снимают сериалы, например, в Америке, когда на съемочной площадке присутствуют зрители. Вот их же вроде не обманешь, не заставишь смеяться. Есть такая технология. Вот как снимались те же друзья, да? Они же снимались вот этой технологией, технология Sony Pictures, когда у тебя есть там определенное количество камер. Ну, как правило, это было три камеры. Они работали как пьедесталы. Заранее все репетировалось и снималось все в режиме онлайн. И люди смеялись. Там бывали моменты даже, когда хихикает кто-то один. Там идет какая-то шутка, и там кто-то один. Там немного людей. И такое бывало. Бывало, что они переснимали. Потому что не смеялись, да? Потому что не смеялись. И понимают, какие шутки заходят, какие нет. А почему у нас так не делают? У нас уже стали так делать. Ну, мы же развиваемся. Так сейчас снимают игры приколов. Но это скетчи, этюды определенные. То есть это не сериал. Телевизионное шоу юмористическое делает Drive Production совместно с 95-м кварталом. Очень классно, кстати, они это все делают. У них есть зрители, которые живо классно реагируют. Это просто другой уровень мастерства и вообще всего бизнеса в целом, когда ты можешь делать вот такие штуки, как в «Друзьях», да? Когда у тебя актеры уже готовые, приходят и играют практически как в театре. Зрители реагируют, ты сразу понимаешь, как это заходит. Ты уверен уже в финальном продукте. Я бы сказал, что это, во-первых, и другой уровень мастерства, но... Хотя друзья были на тот момент малоизвестными актерами, практически, по-моему, без опыта. У них все равно там актер, который якобы без опыта, все равно такая школа очень интересная. То есть их школа лучше Станиславского, да? Ну, есть актеры типа там Джека Николсона, которые говорят о том, что они работают по школе-системе Станиславского. У нас же как... у нас нужно же все через себя пропустить. Например, там ты должен, если там смерть бабушки, ты должен вспомнить какую-то там ситуацию очень грустную, потом это все пережить и только выдать какую-то эмоцию. В Америке там актеры могут плакать по щелчку, потому что, ну, вот рефлекторно они тренируются. Ему не нужно вспоминать, как умирает бабушка, чтобы сыграть какую-то там смерть близкого человека или просто расстроиться. Вот он просто кадр, мотор, тыч, потекла слеза, сыграл, там, пять минут, все, отошел. А нашему актеру нужно там дольше настраиваться. Но, опять же, нашему давно. Сейчас есть очень много разных школ, много разных тренингов, и актеры развиваются, и они могут тоже плакать по щелчку уже. Это классно, да, плакать по щелчку? Иногда это классно, потому что, если мы говорим о кино, то стоит денег съемочный день. И чем дольше ты настраиваешься, и тем больше ты делаешь дублей, тем больше съемочная группа ждет, пока актер там сыграет определенную эмоцию. Если актер профессиональный, крутой, он сыграл определенную эмоцию быстро, то мы можем снять следующую сцену, перейти дальше, дальше, дальше. То есть мы можем больше снимать в день. А как быстро можно научиться плакать по щелчку? Ну, это уже у кого как получится, не знаю. Но это тренируется путем дыхательных каких-то разных упражнений. Вот, честно скажу, не умею я плакать по щелчку. Даже когда тебе продюсер заплату выдает, да? Да. Ну, там я уже до этого плачу. Я уже настраиваюсь долго, на самом деле. Я уже точно знаю, что будет. У меня как раз идет уже система Станиславского. Долго набираю этот процесс. Ты можешь рассказать нам, наконец-то, всю правду о том, как формируется бюджет сериала? Хорошо. 100 тысяч. Долларов? Все, просто я сказал цифру, мы уже договорились о чем. Вот так вы все обсуждаете, да? Ну да, сразу цифра, а потом бюджет. Давай так, одна серия. Средним по рынку она может стоить от 10 до 60 тысяч. Окей, 10 умножаем, например, 20 серии, 200 тысяч долларов. Как этот бюджет распределяется внутри команды? Ты можешь сразу определить, в процентном может быть соотношение, сколько получает режиссер? То есть ты и вот все остальные эти твои миньоны. Ну, есть определенная команда, есть производство, составляется. Сначала там есть режиссерский сценарий, да, который делается на базе литературного сценария. По режиссерскому сценарию формируется команда определенная. Художник-постановщик, режиссер-постановщик, оператор-постановщик. И так много-много-много разных цехов, которые, каждый из них, формирует свой бюджет. Собираются все департаменты, и глава департамента говорит, что у меня серия будет стоить вот столько-то по моему департаменту. Вот нам костюмов нужно на 20 тысяч долларов. Художник-постановщик говорит, мне нужно декораций, но я построю вам на 40 тысяч долларов, потому что это будет круто, я нарисую там, и так каждый пишет какую-то там невероятную сумму. Потом продюсер говорит, так, ребятки, но у нас есть всего 10, поэтому давайте вот вы вот это все свое ужимайте, и так, чтобы мы влезли в десяточку, например. А было хоть раз, когда вот они называли цифру, говорили, супер, подходит? Все, что хотите? Ну, мне кажется, что, наверное, где-нибудь в заоблачных далях, может быть, такое бывает. Порекомендую классные сериалы, ну, давай, наверное, что-нибудь не наше. Не наше? Да, не наше. Первое, что я рекомендую, не наше, это сериал, который называется «Это мы». Я считаю, что этот сериал нужно показывать в университете уровня Карпенко-Карова и, там, например, университете культуры сценаристам и людям, которые учатся на режиссуре, для того, чтобы научиться правильно выстраивать арку персонажа, там, драматургию, то, как развивается вообще история, потому что в этом сериале показана жизнь с одной стороны и простых людей, и не очень простых людей, но невероятные, там, эмоциональные переходы и то, как он развивается. Просто ты не знаешь, что еще дальше будет и куда еще дальше приведет. Это мы. Это американский сериал. Есть сериал, называется «Черное зеркало». Это британский сериал. Каждая серия — это разная серия, и их объединяет то, что в каждой серии показан какой-то человеческий порог, причем очень круто и очень ярко, с развитием каких-то там невероятных технологий будущего. Хотя вроде бы как, ну, показана наша действительность, но обязательно какая-то есть новая технология, о которой мы все мечтаем, но ее еще нет. Но там она очень классно воплощена в жизнь. Это «Черное зеркало». Еще, если говорить о юморе, то, например, я бы очень советовал, как я встретил вашу маму. Это довольно старенький сериальчик. Ну, это «Современные друзья». Это ситком, да, это «Современные друзья», это такой ситкомчик, который очень смешной, забавный. Там классно сценаристы поработали со временем, с персонажем, с юмором. Очень здорово. Федор Бондарчук — это глыба? Да. И Михалков — это глыба. Что бы там ни говорили про него. Я понимаю, сейчас на меня полетят куча стрел, вот если там… Ну, все для этого делаем. Мои коллеги. Да, но это глыбы, потому что Федор Бондарчук снял последний из своих фильмов «Притяжение». Ну, бляха, это Голливуд. Что бы там ни говорили про то, что там непонятные какие-то драматургические моменты, что он что-то там как-то неправильно с точки зрения драматургии действует, если бляха, есть уже персонажи, которых не бывает в принципе. Или есть. Я, кстати, верю в инопланетян. Я считаю, что он глыба, потому что то, что делает Федор Бондарчук последнее время, последние там свои несколько картин, но это уже приближение к голливудскому кино, это очень большое мастерство. И я бы хотел там научиться снимать такое кино, потому что не каждому режиссеру сейчас дай 10 миллионов долларов или 20, скажи, ну, сними голливудское кино. Можно обосраться, потому что мы не владеем технологией вот этой вот, там, правильно работать с графическими штуками. Аватар же как снимался, знаете, очень интересно. Они же придумали технологию, и он уже ходил с мониторчиком по миру нарисованному, и уже ставил задачи актерам и операторам относительно мира, в котором он находился. Он ходил по виртуальному миру, вот тут ничего нету, а он на картинке есть у него, все, ну, на мониторе ходит, ставит. Мы этой технологией не владеем, поэтому дай сейчас нам эти деньги и скажи, сними аватар. Ну, я, честно говоря, не сниму аватар. Поэтому, вот, ну, я буду очень стараться. Расходимся. Ну, вот и все, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Напишите обязательно в комментариях, стоит ли больше публиковать и снимать, соответственно, интервью не с предпринимателями, а с профессионалами в какой-то конкретной нише, как это было сегодня. Я рассчитываю на ваш фидбэк, собственно, всегда читаю комментарии. Обязательно заходите в наши социальные сети. Я начал более-менее активно вести Инстаграм. В Телеграмчике тоже каждый день есть какая-то полезная информация. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать все выпуски в Франч ТВ. До встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok